МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Разрешите мне вначале поздравить вас и Союз журналистов Подмосковья с замечательной датой, с юбилеем 60 лет. Как будете праздновать? Вы знаете, юбилей, 60 лет или какая-то другая цифра, это ведь всего лишь повод для того, чтобы оценить пройденный путь, оценить сделанное и, переступив эту ступень, двигаться дальше. Что сделано? С чем вы подходите к этому рубежу? Вы знаете, 60 лет назад было принято решение о создании, старшие люди помнят эту аббревиатуру, МГК КПСС, принято было решение о создании областной организации. По всей стране Союз журналистов СССР создавал региональные или областные тогда организации. Она переживала разные времена в своей истории, но на протяжении более чем полувека эта организация единственная выражала интересы журналистского сообщества и, собственно, делает это и сегодня. К 60-летию мы готовим большую программу. У нас в конце года будет форум, посвященный этой дате. Мы целый год готовили, и сейчас на выходе книга, посвященная истории подмосковной журналистики. И наше главное событие года, Медиа-недели, оно посвящено именно 60-летию. Меня радует то, что программа «Медиа-недели» масштабная. В нее включается все большее количество журналистских организаций области. И они предлагают удивительно интересные форматы своих мероприятий, акции, какие-то активности. Здесь все. От серьезных круглых столов с представителями власти, бизнес-сообщества до спортивных мероприятий и до каких-то молодежных акций. Давайте как раз к Медиа-недели. В рамках состоится встреча журналистов с членами Союза промышленников и предпринимателей. Как раз такие встречи проходят уже традиционно и на промышленных предприятиях. Почему журналистам важно знакомиться с промышленностью, так сказать, у истока? Ну, журналистам важно все знать. И как работает промышленность, и как функционируют организации и учреждения бюджетной сферы. Это наша профессия – знать все. А вот другое дело, что бизнес-сообществу необходимо понимать, как устроена информационная сфера сегодня. И это необходимо сегодня всем. Мы живем в эпоху информационной революции, уже свершившейся информационной революции. И здесь успех предпринимателя, финансиста, учителя, врача напрямую зависит от того, как он работает с информацией. Если он знает, как это устроено, весь этот процесс. Если он знает, как пользоваться этим инструментарием. Ну и вообще для любого гражданина это важно. Почему акцент сделан на промышленные? Это люди – дело. От них зависит наша жизнь. И поэтому общие интересы у института, общественного института, прессы и у бизнес-сообщества есть. И вместе мы строим гражданское общество, в котором люди знают о своих правах, умеют их защищать. Ну и вообще, если гражданин овладел вот этими основами информационной такой деятельности, если он понимает, как это устроено, то тогда он является активным субъектом этого процесса. Если не понимает, то он объект манипуляции. А скажите, вообще как в последнее время, в последние годы изменились задачи журналистов? Принципиально. Нежели там 10-15 лет? Принципиально. И всё это опять связано с этой информационной революцией, о которой мы с вами только что говорили. Сегодня журналист и редактор утратил монополию на информацию, на формирование повестки. Сегодня любой школьник имеет техническую возможность, любой гражданин размещать любую информацию. И в этих условиях журналистика должна была изменить и свою какую-то позицию, и свой функционал. И в Люберцах я знаю о том, что на современном уровне построена информационная работа. И информационное агентство Люберецкой панорамы создало такой сайт в круглосуточном режиме действующей инфолюберцы. И активность именно профессиональных журналистов в этой среде – это будущее нашей профессии. Никто не снимает с нас обязанности перепроверять информацию. Никто не освобождает нас от соблюдения этических и морально-нравственных норм. Мы должны стандарты эти сохранять. Но при этом уступать в этом информационном противостоянии мы тоже не можем. Но вот как раз продолжая тему, вот есть профессия блогер, да, ну, всем известная. И сейчас, может быть, можно сказать, что блогер – это тоже журналист, хотя очень… Нет, это не профессия. Блогер – это скорее жизненная позиция. Сегодня просто… Это так популярно, все эти блоги, их смотрят иногда даже чаще, чем телевизор. И встают вопросы, может быть, скоро совсем не понадобится телевидение и радио. Нет таких оснований считать, что в нашей стране информацию черпают в сети интернет в большей степени. Эти цифры нарастают от года к году. Но у нас есть аудитория, которая смотрит телевидение, читает бумажные газеты. И я считаю, что лишать людей вот таких источников информации – это неправильно. Как раз справедливо и демократично предоставлять информацию людям, чтобы они получали ее из тех источников, которые им привычны и доступны. Вот когда-то, возможно, не будет такого поколения, таких людей, таких групп социальных, которые будут читать газеты. Ну, тогда и посмотрим. Но, тем не менее, очень часто общество ругает журналистов, СМИ, и сюда приплетают какие-то лживые факты и излишнее любопытство. Как вы считаете, вот какая сейчас ситуация с этим, вот с доверием общества к СМИ? Да, журналистика находится в состоянии кризиса. Кризиса – это связанное с тем, что, как я уже говорила, утрачена монополия на формирование повестки и на распространение поисков и распространения информации. Так и, ну, скажем, с такой самоидентификацией. Кто мы такие сегодня? Что мы делаем? Ведь журналист – это тот, кто распространяет информацию, как некий оператор связи? Нет. Я убеждена, и мои коллеги тоже убеждены из Союза журналистов России, что у журналистики есть своя важная общественная миссия. Какая? Мы служим людям. Мы с вами получили некое преимущество, знания, умения, практические навыки, как работать с информацией, как её добывать и как её распространять. А представьте себе пожилых людей или непожилых людей. Ну, вспомните своих соседей, которые не знают, как работать с информацией, как решать какие-то свои проблемы. Так вот, мы с вами их полпреды. Мы с вами представители этих людей. От имени общества мы артикулируем общественно значимые проблемы. Мы их проговариваем, озвучиваем. Мы не принимаем ответственных решений. Но мы озвучиваем эти проблемы для того, чтобы они решались. Ну, в любом случае, любое событие, если даже отправить туда двух разных корреспондентов, по-разному будет освещено. Конечно. Через призму человечества. Так это и замечательно. И вот как с этим быть? Я думаю, что вот эта полифония – это хорошо. То есть многоголосие тоже хорошо. Неправильно, когда информация идёт из одного источника и с только одной какой-то оценкой. Это хорошо. Пусть каждый найдёт себе свой источник информации. Здесь важно другое. Чтобы блогосфера всё-таки понимала и пусть медленно, но всё-таки принимала некие стандарты профессиональной журналистики. Как то? Перепроверять факты. Так, чтобы, в общем, распространять достоверную информацию. Помнить о людях, а не о коммерческом, с коммерческой составляющей своей деятельности. Но это всё такие нравственные сферы, которые справедливы не только для блогеров, но в целом для всего нашего общества. Ну вот давайте, исходя из этого, нарисуем такой портрет современного журналиста. Вот какой он для вас? Вот кто такой современный журналист? Современный журналист – это человек, способный работать на всех всевозможных платформах. Это универсальный журналист, который умеет не только писать тексты, как это было раньше. Вот работает в газете журналист, он пишет тексты. Сегодня требования другие. Он должен оперативно размещать информацию в социальных сетях, он должен написать качественный текст, он должен уметь отснять видео и разместить на YouTube и так далее. Вот такой универсальный журналист сегодня и востребован. Что касается… Это профессиональные его навыки. Что касается его гражданской позиции, то здесь требования такие же, или требования, или представления, скажем, такие же, как в отношении любого другого гражданина нашей страны. Он должен быть, в общем, честным. И главная причина кризиса нашей профессии как раз в том, что журналистика не работает по законам рынка и не свободны СМИ. А значит, они вынуждены руководствоваться не высокими этическими стандартами, а интересами своего учредителя или собственника, но не интересами общества в целом. И вот такая ситуация, она опасна в целом для общества. Но общество это понимает, видит и выражает какую-то недоверие к тому, что показывают по телевизору. Вы знаете, это состояние кризиса – это временная ситуация. Наша профессия молодая, ей всего 300 лет. Сравните с профессией врача, врачевателя, или учителя, или торговца, или военного. Это юная, молодая профессия, и она испытывает очень мощное давление как со стороны пиара, джиара, так и со стороны рекламного бизнеса. И вот удержать ей свои позиции довольно непросто. Но я уверена, что состояние кризиса – это момент преодоления этого кризисного какого-то положения. И рождается новая журналистика. Я вижу, как приходят к нам в союз молодые люди. Они именно такие. А вот, кстати, о новой журналистике. Вы как считаете, уровень подготовки специалистов, я говорю о высших каких-то учебных заведениях, он высокий у нас тема? Проблемная тема, потому что, понимаете, сегодня чему учить журналисты? Это большой вопрос. Есть очень серьезная специализация. В медиасфере работает огромное количество технических специалистов. И они кто? Журналисты? Нет, это они работники медиасферы. И их надо учить. И эту специализацию нужно, собственно, начинать в период обучения в ВУЗе. Ну, об этом мы поговорим после рекламы. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». Мы вернемся буквально через минуту. Никуда не уходите, оставайтесь с нами. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». И сегодня у нас в гостях председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Александровна Чернышева. Наталья Александровна, давайте продолжим. Мы говорили о молодом поколении журналистов, о будущем российской журналистики. И я знаю, что в рамках «Медиа-недели» как раз состоится открытие нового сезона районной школы юнкоров. Вот что бы вы могли сказать об этом мероприятии? И как вообще, на ваш взгляд, воспитывают молодое поколение? Вы понимаете, сегодня заниматься медиаобразованием начинать нужно со школьных лет. Едва ли не с возраста детского сада. И я считаю, что это профессиональный долг журналистов, местных журналистов – заниматься медиаобразованием. И у нас очень много в Подмосковье школ, студий, каких-то клубов. Форматы очень разные. Но все понимают и осознают необходимость подготовки школьников к жизни в этом информационном обществе. Это вопросы безопасности в интернете. Это и навыки работы с информацией в системе образования. Это навыки личного такого поведения молодых будущих граждан, не обязательно журналистов, в медиа-среде. Ваша школа, она имеет традицию. В Люберцах традиционно эта школа существует. И, пожалуй, нет сегодня района, где бы не было подобной работы. Это очень важно и для местных СМИ. Потому что к нам придут на работу выращенные нами кадры. Получив образование в каком-то вузе, они к нам и вернутся, скорее всего. И это работа на перспективу. И даже если эти дети не будут журналистами, а может быть, в стране и не надо столько журналистов, они в любом случае будут грамотными потребителями информации, что не менее важно. Ну а как вы считаете, вообще в надежных руках будущее российской журналистики? Или пока каких-то вот не видно? Вы знаете, к нам в Союз приходят десятки молодых людей. И я могу сказать, я уже достаточно давно работаю, что с каждым годом это всё более профессионально подготовленные молодые люди. И в большей степени мотивированные на эту профессию. Меня это радует. Другое дело, что мы должны как-то оправдать их ожидания. Они хотят развиваться, они хотят профессионально совершенствоваться. И у них есть понимание, меня это особенно радует, на кого они работают, кто главный заказчик. А главный заказчик – это люди, это общество. В рамках «Медиа-недели» планируется пресс-конференция Владимира Ружицкого как раз с школьниками. Как вы считаете, как власть должна со СМИ поддерживать отношения? Вы знаете, у власти и у местных СМИ есть общая задача. Они есть. Совершенствовать, налаживать жизнь на этой местной территории. И если находится такое взаимодействие, то это на пользу и самой власти, и журналистам, и самое главное – людям, живущим на этой территории. Я могу сказать, что Люберцы – как раз такой пример разумного взаимодействия, отлаженного, налаженного взаимодействия власти и СМИ. Об этом свидетельствуют не только вот эти мероприятия «Медиа-недели», но и созданный общественный совет. Ведь, посмотрите, раз в год все журналисты, все руководители СМИ встречаются с главой. Это не значит, что в течение года они не встречаются. Это не так. И беседуют о каких-то принципиальных вопросах развития местных СМИ. Вот это очень важно. Ну и формат «Медиа-недели», родившейся в Люберцах, он распространился сегодня на всю Московскую область. Я уже говорила, что «Медиа-неделя» – 11-я в Люберцах, а в Московской области – 7-я. И меня очень радует, что многие районы в этом году присоединились, журналисты этих районов, и проявили вот такую активность. Этот формат родился в Люберцах. Наталья Александровна, давайте поговорим про год экологии. 2017 год – год экологии. И летом прошел 9-й автопробег Союза журналистов в Подмосковье. Какие ваши личные впечатления от этого? Что можете сказать? Какие итоги? Вы знаете, это, по сути дела, не столько автопробег, сколько некая экспедиция по специально заданной теме. И в этом году объявлен год экологии, и эта тема очень важная для Подмосковья, потому что и для журналистов Подмосковья мы находимся рядом в тени гигантского мегаполиса. И вся нагрузка, в том числе экологическая, на природную среду, она как раз ложится на ближайшее Подмосковье. Я не знаю, насколько это справедливая цифра, но где-то я ее встречала. 20% твердых бытовых отходов производит Москва, страны. А куда эти отходы? Вот они в ближайшее окружение. И поэтому для жителей Подмосковья вообще это проблема номер один. Журналисты не могут пройти мимо этой проблемы. И наша задача не в том, чтобы искать, где там несанкционированные свалки, где вот этот мусор и прочее, но и вместе со специалистами, представителями самоуправления местного, гражданскими активистами, все-таки искать пути решения этой проблемы. Что, собственно, и происходило. В рамках автопробега мы встречались как раз с представителями компаний, которые эффективно работают в этой сфере. Мы посетили уникальную загорскую электростанцию, которая представляет собой абсолютно экологически чистый объект в центре вот такого региона с высокой нагрузкой антропогенной. И посетили Преокско-террасный заповедник. То есть эта программа была всесторонне в отношении вот этой проблемы. И я думаю, что те материалы, которые родились в результате этой экспедиции, они были и полезны, и интересны нашей аудитории. Собственно, ради этого мы и предпринимаем из года в год по определенной теме вот такие экспедиции. Ну, вот еще одно интересное мероприятие предстоит. Через несколько дней акция «Наш лес, посади сквозь дерево». Вы планируете участвовать? Да, обязательно мы примем участие в Щелковском, на территории Щелковского района. Наша организация, Союз журналистов, и поддерживает, и принимает активное в этом участие. То есть наша делегация там будет. А скажите, зачем это нужно журналистам? Я имею в виду, почему нельзя просто приехать, посмотреть, снять репортаж, сделать заметку? Почему нужно взять лопату в руки, копать? Для чего вот так активно участвовать? Вы знаете, когда в 90-е годы мы отказались от принципов советской журналистики, мы ринулись в сторону стандартов западной журналистики. А западная журналистика факта. У нас была журналистика мнения, а эта журналистика факта западная. Вот в эту сторону мы, так сказать, все дружно ринулись. А там принцип какой? Не участвовать в этой социальной жизни, а просто бесстрастно отражать эту действительность. Но традиции нашей журналистики, выросшие из великой русской литературы, другие. И я уверена, что сегодня маятник качнулся в обратную сторону, в какую-то мы заняли какую-то золотую середину. То есть, безусловно, мы ценим точность и журналистику факта, и следуем этим принципам. Но не участвовать в реальной жизни журналисту, наверное, неправильно. Не зря сегодня социальное проектирование становится прямо серьезным таким делом журналистов по всей стране. Я считаю, что социальные проекты – это просто инструмент в конкурентной борьбе средств массовой информации. Ведь много сегодня газет, а как выделиться? Как привлечь внимание аудитории, в том числе и вот такими добрыми делами? Наша медианеделя подмосковная и программа этой медианедели полна такого рода благотворительными и всякими иными акциями. Ну, там, я не знаю, вот новички у нас в этом году, Домодедовы, они вместе с общественной палатой, журналисты, и молодые журналисты именно, у них такая акция, они сами придумали и предложили, они будут стирать там какие-то нарконадписи на стенах домов и так далее. Это активная гражданская позиция журналиста. И я уверена, что и в профессиональной деятельности вот эта гражданская активность, она поможет. Во-первых, она поможет журналисту как-то определить свои позиции. Она поможет и в поиске какой-то информации эксклюзивной тоже. И в профессиональном плане это полезно. Наталья Александровна, скажите, пожалуйста, а вот вы когда только начинали свой путь в журналистику, вы помните ли какой-то самый ценный профессиональный совет, который вы получили? Ну и от кого вы его получили? Ну, у меня такая нетрадиционная ситуация, и мой путь нетрадиционный в журналистику. Я училась у профессиональных журналистов. Я сразу же выписала журнал «Журналист», он тогда был один. И с карандашом в руке изучала каждое слово этого профессионального журнала. Сейчас есть еще один журнал «Журналистика» и «Медиарынок». И там собирается опыт регионов России. Я всем журналистам советую. Вот пусть не многочисленные журналы наши профессиональные, но они есть. И именно так я училась. И училась я на лучших образцах лучших журналистов нашей страны. Ну, а сейчас какой бы вы могли дать совет будущим журналистам? Или тем, кто только начинает? Или тем, кто уже работает? Какой совет? Понимаете, наша профессия удивительная. И уверена, что самая интересная. Но и самая непростая. Здесь нужно понимать ясно для себя. Я бы так советовала начинающим молодым журналистам. Ясно понять. Есть ремесло. И вот этими навыками ремесла может овладеть любой человек с обычным, пусть даже не профильным высшим образованием. А есть искусство. И творческая часть вот эта, она зависит от способностей человека. Они у всех разные. И важно другое. Во всей этой истории важна гражданская позиция. Нужно понять, что ты делаешь, и для кого, и для чего ты это делаешь. Потому что если нет этого чёткого понимания, что ты делаешь, вот своей информации. Ну что, это самоцель делать хорошие эфиры, издавать хорошие, интересные журналы или газеты. Это же не самоцель. Это средство. Средство для того, чтобы жизнь на этой территории становилась хоть чуточку лучше. Если человек правильно понимает, что есть цель, а что есть средство, тогда у него всё получится в профессии. И не только в журналистике. Наталья Александровна, спасибо большое за увлекательную беседу. На этом наша программа подошла к концу. Ну а я напоминаю, что в гостях у нас была Наталья Александровна Чернышева, председатель Союза журналистов Подмосковья и секретарь Союза журналистов России. С вами была Мария Лапчева. Смотрите нас. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова